Парад юных патриотов на Соборной площади Белгорода в третий раз прошло торжественное шествие курсантов военно-патриотических клубов, юно-армейцев и учеников кадетских классов. В канун Дня Великой Победы отдать дань памяти подвигу дедов и прадедов вышли более 600 человек. Что для них значит участие в таком параде, узнал Сергей Шрамко. Только не забыть бы это, лишь бы не забыть. Так писала Великой Отечественной войне в одном из своих известных стихотворений Роберт Рождественский. И пока молодежь чтит подвиг дедов и прадедов, историческая победа не будет забыта. Для этих ребят парад – особое событие в жизни. Учеба в кадетских классах и занятия в военно-патриотических клубах – это строгая дисциплина, постоянные тренировки и усердная работа над собой. Подготовка к шествию заняла не один месяц. Особенно волнуются те, кто участвует впервые. Ученики кадетского класса третьей Алексеевской школы не скрывают – долго боролись с переживаниями. Свой марш они не раз оттачивали в школе и на площади родного города. Ребята осознают важность парада и гордятся, что им выпала честь торжественно пройтись по Соборной площади. Чувствую гордость в участии в параде, потому что парад – это отдавание дани прошлому ветеранам, которые воевали за нас. Это очень приятно. Я выбрал кадетский класс, потому что в будущем я желаю учиться в высшем военном заведении учебном. А вот воспитанники военно-патриотического клуба «Тайфун» из города Строителя здесь уже в третий раз. Но это не повод расслабляться. Командир отряда признается – клуб тщательно готовился, занимаясь по два часа каждый день. Большинство собирается поступать в военные училища. Пора для них серьезный опыт. А в своем ВПК ребята получили немало важных навыков для военной службы. «Маршировкой занимаемся, греблей, с парашюта прыгаем. У меня два прыжка, в этом году будет третий». Серьезным смотром считают парад и юнормейцы из далекого Ровенского района. «Я и мой отряд может доказать всей области, что на Ровенский район можно положиться, что если на Россию найдет военная угроза, то мы способны защитить нашу Родину. Каждый человек, который состоит в этом движении, должен отдавать всего себя, чтобы им гордились не только его родные и близкие, но и все люди, которые смотрят на него». Десять лет назад Белгороду было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Наша земля – место великих боевых подвигов. Это знает каждый взрослый белгородец и главное – подрастающее поколение, которое уже сейчас, в случае опасности, готово встать на защиту Родины. Сергей Шрамко, Виталий Петренко. Новости мира Белогория.